А из Малиновского района уже готова выйти на связь наш журналист Наталья Костенко. Наташа, как у вас обстоят дела на участке? Наташа? Наташа, доброе утро. Как у вас обстоят дела на участке? Здравствуйте, Елена. Мы действительно находимся на одном из избирательных участков. Он находится на территории детского сада номер 267. Сегодня здесь расположился участок номер 511-151. И на момент организации этого участка здесь было зарегистрировано 1974 избирателя. Но сейчас мы подробно можем узнать ситуацию, как идет избирательный процесс непосредственно у председателя избирательной комиссии. Добрый день, будьте добры, пожалуйста, представьтесь. Гайса Андрея Михайлович, председатель участковой избирательной комиссии 511-151. Что касается уточненных списков, которые мы получили, было изменение на два избирателя. И на сегодняшний день, согласно уточненных списках, преданной нашей Киевской районной комиссии, 1972 избирательных участков был открыт вовремя. На текущий момент никаких нарушений не было зафиксировано. На 10 часов проголосовало 88 избирателей. Скажите, как Вы считаете, на данный момент, как Вы можете оценить активность избирателей? Ну, нам сложно говорить об этом на данный момент, еще как бы только начало избирательного процесса. К сожалению, мы будем только окончательно иметь данные и можем сказать свое слово в 20.00. Приезжайте, получите исчерпывающую информацию. Ровно в 20.00 будет ясно, сколько проголосовало и сколько было на участке избирателей. Благодарю Вас за информацию, не будем отвлекать Вас от работы. Спасибо Вам и хорошего, без эксцессов трудового дня. Всего Вам доброго. Но кроме председателя избирательной комиссии, мы здесь на участке. Еще нам посчастливилось встретиться с одним из избирателей, которого многие знают в Одессе. Это руководитель, организатор арт-площадки перрон номер 7 Ярослав Трофимов. Ярослав, здравствуйте. Сегодня осенняя погода, достаточно унылая и прохладная, но Вы не поленились прийти сегодня сюда. Скажите, почему? Во-первых, погода хорошая, во-вторых, потому что надо. Но я как бы еще ни разу в жизни выбора не пропускал и не собираюсь. Ну, вот говорит человек, 88 голосов, значит, мой голос очень много что решает, получается. Ну и любого человека, который все-таки найдет в себе силы сегодня совершить страшный марш-бросок, пешком 5 минут и прийти на избирательный участок. Город пустой, я на машине доехал с центра за 8 минут. Это было несложно. Мы не имеем права, конечно, спрашивать Вас о Ваших политических предпочтениях, но скажите, когда Вы с ними определялись, было ли Вам сложно? Чисто технический процесс был. Самое сложное было в интернете отсмотреть всех кандидатов, которые идут по спискам в Горсовет здесь, собрать на них досье. Но это заняло, там, у меня около часа. Я себе каждого кандидата описал, посмотрел. И таким образом у меня из всего перечня, кто здесь баллотируется, осталось всего лишь три кандидата. А там дальше я навел справки по каждому из них, благо двоих из трех у меня есть общие знакомые. То есть я с ними лично не знаком, но у меня есть люди, которые с ними знакомы, с ними работают. Навел справки, выбор сделал просто. Что касается выбора мэра, то для меня там никаких колебаний, никаких сомнений не было. У меня выбор был с самого начала абсолютно очевидный. А скажите, пожалуйста, Ваши надежды, Ваши ожидания, что-то изменится после этих выборов? Чего ждете от тех, за кого проголосуете? Очень страшно сейчас, скажу честно, потому что мне не нравится пока текущая ситуация, и мои личные прогнозы мне не нравятся. Изменения могут быть как и в лучшую, так и в худшую сторону. Все, на мой взгляд, очень сильно зависит от того, какая сегодня будет не просто явка, а какая сегодня будет явка осознанного избирателя на выборы. Потому что очень высокий риск, с моей точки зрения, того, что мы получим одну из очень неблагоприятных политических обстановок в городе. Я не имею права их называть, потому что это будет там агитация или контрагитация, но я лично на самом деле на нервах, и многих своих друзей зову все-таки приходить голосовать. Что касается выборов Гор и Облсовет, то это почти выборы без выбора, к сожалению, потому что новая система избирательная, на мой взгляд, мне почти никакой свободы не дает. Ну, то есть я почти не могу выбрать того человека, ту личность, которую я хочу выбрать, потому что определяет потом партийный список, к сожалению. Поэтому я не могу сказать, что я супероптимистичен, но все равно изменения уже есть, изменения происходят не в кабинетах, а в головах людей, и я их вижу очень хорошо. Мы сами не дадим ситуации дальше скатываться вниз. В крайнем случае гражданское общество вытянет вместо политического общества. Я в это верю абсолютно свято. Ярослав, ну и пожалуйста, у вас сейчас есть возможность обратиться к тем одесситам, которые сейчас смотрят Седьмой канал, находятся еще дома, и думают над тем, нужно ли идти на выборы, что хотите им сказать? Нужно, очень нужно. Не сочтите это за агитацию. Все определится сегодня. Даже весь второй тур выборов мэра определится сегодня. Два кандидата пройдет. По закону пройдет всего лишь два кандидата. Тот, кто сегодня набирает второй номер в списке, тот идет во второй тур, и тот нам дает какой-то выбор. Поэтому, коллеги, к сожалению, друзья, незнакомые люди, пожалуйста, это правда несложно. Город сейчас вообще пустой. Нету никаких на этом участке, никаких очередей. Я не знаю, есть ли они у кого-то. Это займет полчаса вашего времени. И по крайней мере, мы потом сможем себе честно все сказать, что мы приложили хоть какие-то усилия к тому, чтобы ситуация в городе в дальнейшем изменилась. Поэтому, пожалуйста, идите обязательно. Ярослав, огромное вам спасибо. Мы сейчас до момента вашего входа в кабинку проследим за процессом вашего голосования. А наше прямое включение подходит к концу. Спасибо, Елена, студия. Ярославу, спасибо за комментарии. Наталья, от вас ждем дальнейших включений. Я напомню, это была наша корреспондент Наталья Костенко и Ярослав Трофимов, который голосует в Малиновском районе.